В этом ролике поговорим о важном понятии в экономической науке – цене. Попробуем разобраться, что лежит в основе цен, почему цены подвержены перманентным колебаниям и в чьих интересах происходят такие флуктуации. Думаю, что каждый человек ежедневно имеет дело с ценами, например, в магазинах и других местах при заказе товаров и услуг. Но прежде всего отмечу, что нельзя путать понятие стоимости и цены, ведь часто эти категории отождествляют. Напомню, что стоимость – это воплощенный в товаре общественно необходимый труд, кстати, от количества которого зависит пропорция обмена одного товара на другие. Тогда как цена – это денежное выражение стоимости. В силу колебаний спроса и предложения, цена товара, как правило, не совпадает с его стоимостью, будучи то выше, то ниже этой последней. Однако центром колебания цены товара является его стоимость. Не случайно известный шотландский экономист Адам Смит сравнивал стоимость с источником гравитации, который тяготеет рыночные цены. Стоимость словно планета, притягивающая небольшие космические тела. Отклонение цен от стоимости есть результат диспропорций в экономике. Как известно, товаропроизводители действуют в условиях стихийного рынка, соответственно, без понимания того, сколько необходимо произвести товаров. Это приводит либо к избытку, либо к дефициту произведенной продукции. В первом случае цены упадут ниже стоимости, а во втором, наоборот, возрастут выше стоимости. Колебания цен могут устранять нарушения пропорциональности в экономике. Если цены упали ниже стоимости, то производители, чтобы не терпеть убытки, будут уменьшать предложение, пока цены не вернутся к стоимости. Наоборот, в случае дефицита производители будут увеличивать предложение, так как это позволит получить дополнительный доход, значит цены начнут снижаться, пока не достигнут стоимости. Но не всегда диспропорции могут так легко исчезнуть. Ведь равновесие в экономике – это скорее исключение, тогда как отсутствие пропорциональности и соответственное отклонение цен от стоимости в современной экономике – есть правило. А равновесие в конечном итоге устанавливается насильственно через экономические кризисы, в течение которых цены снижаются еще сильнее, что может сулить банкротство многим предприятиям. Таким образом, колебания цен приводят к усилению дифференциации товаропроизводителей. Например, те, кто не успели адаптироваться к низким ценам, погибнут. Выжившая часть товаропроизводителей, сумевших эффективно снизить индивидуальные затраты на производство продукции, будут обогащаться и расширяться. В конечном счете на данном рынке останутся единицы, которые смогут устанавливать власть над рынком, монопольную власть, дающую возможность манипулировать ценами, например, необоснованно повышать их для получения сверхприбылий, либо снижать для усиления давления или полного уничтожения конкурентов. Саудовская Аравия угрожает затопить мировой рынок нефтью. Источники Рейтера утверждают, что королевство готовится увеличить добычу до 11 миллионов баррелей в сутки. Производственные мощности Сауди Арамка составляют около 12 миллионов баррелей. Госкомпания уже понижает цены на апрель. По данным Financial Times, стоимость барреля для покупателей в Западной Европе в апреле уменьшится на 8 долларов по сравнению с мартом. Для клиентов США на 7 долларов. В азиатских странах на 4-6 долларов. С 1 апреля прекращается действие соглашения по ограничению добычи, и все производители могут ее наращивать. Монополисты могут меньше уделять внимание техническому прогрессу, так как конкуренция практически отсутствует. Можно надеяться на помощь государства, если ухудшится экономическая конъюнктура. Данные тенденции будут еще рассмотрены в будущих видео. Вернемся к теории цен. Современная буржуазно-экономическая наука не признает трудовую теорию стоимости. Цены в современных учебниках по экономике объясняются законами спроса и предложения, где в основе спроса лежит теория предельной полезности, а в основе предложения теория издержек производства. Следует немного рассмотреть эти концепции, прежде всего теории предельной полезности, также именуемой теорией субъективной ценности или австрийской школой. Ее внедрение в экономическую науку началось в 70-е годы 19 века. Это время называют еще маржиналистской революцией, означающей в том числе отказ от господствующей в то время трудовой теории стоимости. Ее основателями выступили почти одновременно англичанин Уильям Джеванс, швейцарец Леон Вальрас, итальянец Вильфредо Паретто. Данная теория получила продолжение в трудах австрийских экономистов Карла Менгера и Оевгана Бенбаверка. Рассмотрим основные исторические события, предшествующие возникновению этой школы. Во-первых, мощный подъем рабочего движения по всей Европе. Показателен пример Франции, пережившей несколько революций в 19 веке. Так, после окончания Великой Французской революции установился такой буржуазный режим, который совершенно не предполагался инициаторами этой революции, видевшие будущее общество с идеалами свободы, равенства и братства. Однако послереволюционная Франция была далека от этих идеалов и содержала в себе много противоречий, вылившихся в ряд потрясений, наиболее известные из которых революции 1830 года и общеевропейская революция 1848 года. Становление и развитие капитализма в Европе сопровождалось ростом индустриализации, что способствовало усилению организации рабочего движения, которое начало бросать вызов правящему классу и капитализму. Произошло разочарование в либерально-социальном идеале. Во-вторых, в Европе начинают набирать силу социалистические движения, выросшие прежде всего из теории Рикардо, согласно которой источником стоимости является труд. Отсюда возникал вопрос, почему капиталисты безвозмездно присваивают часть труда рабочих. В 1848 году выходит манифест Коммунистической партии, написанный Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, которые показали неотвратимую гибель капитализма от рук пролетариата и строительство их руками нового коммунистического общества. В 1864 году учреждается Первый интернационал – Международное товарищество рабочих. В 1867 году был издан фундаментальный труд Карла Маркса – капитал. Как метко заметил сам автор, это был выстрел в голову буржуазии. А в 1871 году, в ходе Первой паралитарской революции, к власти в Париже пришли рабочие и ремесленники. Таким образом, трудовая теория стоимости и в особенности Марксова теория, опирающаяся на нее, была идеологически вредной для капитализма. Требовалась альтернативная концепция. Таковой стала теория предельной полезности. К тому же, трудовая теория стоимости не уделяла достаточного внимания роли покупателя, превратившегося в то время в активного и значимого субъекта рыночных отношений. Итак, суть теории предельной полезности в том, что не прошлые затраты труда, а будущая полезность определяет стоимость, ценность товара. Маржинализм анализировал товар с субъективной стороны, то есть со стороны того, как он воспринимается покупателем, потребителем. Это открывало возможность сопоставления полезных свойств товара с его ценой. Рассмотрим основные понятия данной теории. Общая полезность Total Utility – это суммарное удовлетворение от полезности всего потребляемого количества товаров за данный период времени. Предельная полезность Marginal Utility – это удовольствие, польза, которое вы получаете от потребления каждой дополнительной единицы продукции. Возникает вопрос, как измерить удовольствие? Например, Уильям Джемотс предложил в ютилях, то есть в единицах полезности. Теперь посмотрим на таблицу. Например, вы голодны и хотите перекусить, допустим, бутербродами. Если полезность первого бутерброда обозначим цифрой 7, то есть вы съели его с большим удовольствием, то второй съеденный бутерброд принесет меньшее удовольствие, допустим, 4. Общая полезность при этом увеличится до 11. Предельная полезность последующих съеденных бутербродов будет все время уменьшаться и составит 2, 1, 0, наконец, минус 1. Функция общей полезности при этом все время замедляется, достигает максимума при предельной полезности, равной нулю, и начинает убывать. Приведем еще один пример, но уже без цифр. Вы идете в пустыне и хотите пить. Первый стакан бесценен, он спасает вас. Вторым и третьим стаканом вы утоляете жажду. Четвертым омываете лицо, то есть полезность каждого следующего стакана уменьшается. В этих примерах наглядно просматривается закон убывания предельной полезности. Итак, начиная с определенного момента, субъективная ценность хозяйственного блага падает при увеличении его наличного запаса. Но согласно той же теории существует еще одно важное обстоятельство, от которого зависит наша субъективная оценка. Это то количество благ, которое имеется в нашем распоряжении. Чем больше у нас какого-то продукта, тем менее ценен он в наших глазах. Но согласитесь, что наличный запас продуктов зависит от производства. Если производство эффективно и товаров много, то их полезность будет низкой. Получается, не удается уйти от главного источника цены – производства стоимости. Противоречие трудовой теории стоимости и теории предельной полезности породили концепции по их синтезу. Известный российский ученый, либеральный марксист Михаил Иванович Туган-Барановский отмечал, что стоимость имеет как объективный, так и субъективный аспект, где объективный аспект больше выражается трудовой теорией стоимости, а субъективный аспект – теорией предельной полезности. И главное, трудовая стоимость является ведущим аспектом в ценообразовании, а предельная полезность, как субъективный аспект, только ведомым. В современных учебниках по экономике используется неоклассическая теория цены, предложенная английским ученым Альфредом Маршалом. Он по-своему интерпретировал упомянутые противоречия трудовой стоимости и предельной полезности. Довольно остроумно, но неправильно. Он говорит, что невозможно понять, определяется ли стоимость издержками или полезностью, как невозможно понять, верхнее или нижнее лезвие ножниц режет бумагу. Здесь Маршал не прав в том, что издержки производства не могут выступать одним из источников стоимости, так как они апеллируют только к индивидуальным затратам производителя, а необходимо учитывать общественные затраты. Заменив предельную полезность функции спроса, а издержки производства функции предложения, Маршал соединил их вместе в так называемый маршалианский крест. Однако строго математически невозможно доказать независимость этих функций. Они влияют друг на друга, особенно в долгосрочной перспективе. Например, изменение спроса может привести к изменению благосостояния каких-либо экономических субъектов. А значит, изменится и предложение, то есть простой интерпретации спроса и предложения невозможно понять механизм ценообразования. В заключении повторим, что в основе цен лежит стоимость, то есть общественно необходимый труд. Цены могут отклоняться от стоимости под действием множества факторов, включая субъективные предпочтения. Но главное, именно труд лежит в основе не только цены стоимости, но и всех экономических явлений. В конечном счете экономика общества представляет собой совокупные функционирующий труд. Поэтому от того, как трактуется труд, зависит все понимание экономической науки.